здравствуйте мои хорошие канала и вторая надежда вы знаете у меня в сообществе было комментарии по поводу того что сделать расклад на тему послание настоящий мне от меня будущий а я знаете захотела сделать расклад послание мне от него будущего для меня настоящий я думаю это будет интересно потому что люди со временем оценивая ситуации проходя какой-то опыт без нас у них приходит какое-то осознание приходит какое-то понимание и я думаю такую тему интересно было бы сделать и буду рада если вы напишите насколько вам понравился такой расклад чтобы я уже в будущем понимала делать ли подобные расклады потому что мы смотрим мысли намерения мы смотрим действия человека мы смотрим его мысли но вот выводы которые он сделает потому что в голове информация в любом случае есть и это такой фундамент на котором впоследствии вырастет что-то и хочется посмотреть да что там вырастет я надеюсь вы меня поддержите я надеюсь вы напишите надо не надо потому что поддержка может быть и такое что дальше все это интересно но это интересно один раз посмотреть поэтому напишите не стоит ли мне делать такие расклады начну с оракула полной луны ну а дальше уже какие карты буду подключать если это будет необходимо я уже вам буду говорить позиция общая расклад общий поэтому смотрим в целом мужчину и его отношение к вам нынешней настоящий и потом его послание из будущего вам возможно какую-то переоценку своей личности вы сделаете возможно на человека посмотрите с другой стороны неважно с хорошей линии с не очень хорошей стороны но я думаю этот расклад будет полезен и интересен не было у меня на канале такого расклады и не знаю а этот идея проситила давайте такого расклада я тоже ни у кого на каналах не видела поэтому давайте попробуем и так нету отношений здесь сейчас и долгое время видимо не зря вы открыли данную тему не зря вы открыли данный расклад потому что здесь это не ситуация что вы поссорились день-два там неделю назад эта ситуация вот минимум да уже срок какой-то минимум месяц месяц это тоже может быть долгим сроком для тех кто допустим регулярно общался там каждый день там 24 часа там на связи постоянно друг от друга не знаю что так узнавали до поддерживали общались переписывались а тут раз да и месяц это действительно может быть срок здесь вот воздержит воздержание карты вижу да и говорю воздержание в общении здесь довольно таки длительно да вот все на замке здесь может быть замок это в том смысле что вы заблокировали друг друга там он вас вы его либо это взаимная блокировка здесь вы для себя ждете развязки ситуации вы ну-ка сейчас посмотрим почему ждете но вы хотели бы верить этому человеку да здесь знаете такая ситуация что я бы что я видела в нем хорошие качества я видела в нем человека я видела в нем мужчину который искренне настроен и здесь ситуация что неужели я обманывала сама себя неужели ничего не было а я сама себе нафантазировала неужели не ничего не было а я вот витала в каких-то розовых очках сама себе напридумала а этого в действительности не было где женщина которая которую раздразнили а по сути ничего здесь не предложено было конкретного да ничем не завершилась то есть все было ярко все было по-настоящему здесь хочется сказать потому что мужчина здесь ведь и пусть он и такой какой-то человек на показ но тем не менее вот какие-то его не знаю слова и возможно здесь даже действия какие-то уже были совершены но до итога вы не дошли ну точнее здесь мужчина в какой-то момент здесь приостановился вот поэтому здесь и вашей голове такая картина что вроде бы пазл то сложен был да здесь осталось вот буквально раз-два и вот и все ему получили вот то что здесь было обрисовано но в какой-то момент раз и вот это вот собирание пазла она остановилась и дилемма в голове что это было вот или я это напридумывала себе хорошо что мужчина вообще из себя представляет 7 пятниц на неделе я сегодня хочу завтра не хочу сегодня я хочу быть директором завтра я хочу быть завхозом сегодня я поеду туда завтра туда здесь мужчина у которого постоянно допустим вы договорились встретиться но эту встречу заранее забыл заблаговременно чтобы вы точно надо вам выезжать не выезжать но если это о встречах личного характера речь да вот это встреча вот это ты здесь нужно всегда вот за благовременно согласовывать потому что все могло сорваться в любой момент то есть мужчина допустим собирается и вы знаете что он выехал он едет но вдруг он вам звонит и год я развернулся мне там нужно вот там срочно срочно там меня с работы вызвали или еще что-то здесь постоянно с этим человеком нужно было держать руку на пульсе завтра я еду наступила завтра он гать нет я передумал мужчина который больше любил общаться кстати в виде переписок и в виде телефонных разговоров конечно здесь есть частный случай что у вас другой возможности не было вы на расстоянии но я хочу сказать это с другой стороны ему и выгодно одно дело мы что-то говорим людям по телефону либо в особенности пишем мы не видим глаза другого человека и мы можем в неприятной форме завуалированные допустим но мы можем высказать человеку свое недовольство а другое дело когда мы смотрим глаза в глаза друг другу и о некоторых вещах мы не можем сказать в силу характера стеснения или в силу того что перед тобой живой человек ну да как ты можешь сказать какие-то вещи поэтому здесь человек который избегал какого-то тет-а-тет общения здесь мужчина мог на ранних парах да вот стремиться и мы часто вместе и мы с тобой регулярно общаемся там переписываемся созваниваемся а потом вы стали замечать что это общение стало как-то сворачиваться да этот мужчина напоминал о себе да мужчина и возвращался если вы ссорились этот мужчина первый мог вам но он мог силу того что он рано встает на работа вам первый писал да и вы с утра просыпаетесь у вас там доброе утро любимое уже написано вы стали замечать что как-то раз и вот этого момента стало все как-то меньше 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 но здесь меньше почему потому что человек здесь уже четко был поставлен какому-то порогу за который он должен был перешагнуть но вот сил возможности для кого-то желания не было и поэтому чтобы дальше да вот не развивать вот эту тему вы же будете спрашивать или вы будете с ним настаивать вот на каком-то разговоре диалоги и чтобы этого не произошло мужчина стал здесь снижать градус вашего общения если вот у вас есть вопрос ну а почему он так а потому что здесь действительно он был уже подведен границы какой-то за которую ему либо уже перешагнуть и вы бы видели до его какие-то конкретные действия либо он мог бы топтаться на пороге вот топтание на пороге вот это то что объясняет да вот я его какой-то спад общения в любых отношениях мы подходим к определенным рамкам до к определенным границам и дело добровольно каждого человека переступать грань либо нет здесь мужчина решил задержаться действительно здесь и жизненные ситуации могли быть разные там у него семья или у него работа не позволяет но что-то такое здесь довольно серьезного порядка то есть желание это с вами продолжать здесь было да вот здесь вот желание да здесь напор здесь страсть здесь сексуальность какая-то такая вот очень яркая да все это есть но в силу того что у мужчины есть еще свои какие-то мысли идей по поводу своей дальнейшей жизни а у вас свои и они немного не совпадали вот и заставили его здесь топтаться на месте это такой мужчина на данный момент возможно на тот момент в котором вы еще общались потому что я говорю здесь есть приостановка отношений вот замок висит на ваших отношениях да что особо ничего такого фееричного не происходит да здесь может быть знаете вяло текущее общение но это такой частный случай но это общение уже ни о чем да то есть вы не можете заставить мужчину там сами понимаете либо мужчина не дает вам повода поднять какую-то серьезные темы здесь может быть обмен картинками какими-то не знаю там анекдотами музыкальными композициями да но здесь я не вижу продолжение отношений как таковых до чтобы люди обсуждали друг с другом будущее свое совместное чтобы люди планировали что-то вместе замок висит замок хорошо его отношение к вам на сегодня и мысли его на сегодня чтобы гораздо сильнее его гораздо сильнее ваши жизненные позиции гораздо больше опыта вы прожили и здесь может быть показана женщина действительно которая старше этого мужчины и причиной при остановке ваших отношений может быть действительно разница возрасте когда мужчина взвешивает да готов ли он на такой шаг пусть возраст ну вот мое личное мнение да что возраст это номинальное да это всего лишь цифры самое главное внутренний возраст и самое важное внутреннее ощущение себя человеку может 50 60 и 70 лет быть человек ведет активный образ жизни человек путешествует человека поддерживает тонус я не знаю там спортивными какими-то занятиями и внешне выглядит настолько что ему совсем не дашь его возраст конечно почему бы с таким человеком не жить и не радоваться но здесь и есть вот какая-то вот такая вот загвоздка что вы более мудрая более уверенная более знаете вот так вот прочно стоящая на ногах женщина здесь для кого-то и частично подыграется финансовая конечно составляющая что мужчина здесь социально более беден чем вы и боится да что как бы не попасть в расход да вот что вы такая что вы добились всего своего и им поиграетесь выбросите а может быть здесь наоборот да что вы стоите ниже на социальном уровне и мужчина скажет ага там она любит меня не меня самого вот а любит мои деньги да или любит у темы темы и связи да темы и возможности которым я обладаю для того чтобы воспользоваться теряюсь много информации в голове хочется вам быстро высказать что вы можете воспользоваться да вот для самой себя этим мужчиной воспользоваться нет не из-за того что вы его любите а из-за того что он может вам дать что-то материальное или какие-то его связи на положение здесь расчет имеет место быть на самом деле и поэтому от расчет что я более молодой она уже старше возраста а пройдет там не знаю там 15-20 лет и как мы будем выглядеть да и как я себя буду чувствовать это первое второй момент что она богаче меня и потом найдет кого поинтереснее а мне скажет там пошел да вон там нищеброд или наоборот я сейчас дам ей там не знаю там положение в обществе там деньги статус там еще что-то а она потом бросит меня и подберет то что я дал вот здесь вот есть вот какие-то вот такие вот социальные границы которые сдерживают данного человека от какого-то шага конечно здесь может быть что у мужчины в свое время загорелась да он встретил женщину которая ему понравилась которая в нем разбудила какие-то чувства которые он раньше никогда не испытывал там никакой другой женщине а мужчина женаты да и все и загорелся идея все я сейчас брошу жену с которой мы уже там как соседи да и такое-то часто бывает я уже в ней не вижу женщину вот ради вот этой женщины я действительно встретил любовь всей своей жизни а потом хоп и щелкнул тот момент а как же она без меня я допустим я ее обеспечиваю а у нее это мама папа которые тоже там могут накапать мне на совесть да и вот здесь притормозил здесь не остановил мужчина какие-то отношения да не забрал свои слова обратно а здесь он просто перестал демонстрировать вам свои намерения в сторону того что вот между вами бы обсуждалась было было или планировала вот поэтому здесь женщина ты находится в ощущении того что вроде бы же все это было и по-настоящему замки то в голове такие что вот вот они реальные да там быть и не руку и ты это потрогаешь но как-то раз вот и вот реальный замок да четкая картинка стала как в тумане до его отдаляться как мираж чем ближе я к нему тем дальше он от меня но вот настоящее отношение к вам как женщине которая может побороть его задавить его под собой статусом как я говорила возрастом навыкам умом все регалии здесь мужчина четко понимает что они принадлежат вам он по сравнению с вами находится на гораздо меньшей ступени даже если даже если вы старше мужчины да и но все равно дал вот он своего преимущества такого молодого возраста абсолютно не чувствую до наоборот а что она такая что нам не и обведет в два счета и проведет и так далее так далее так далее ситуация здесь может быть множество вот и вы каждая для себя под себя подстраиваете вашу подсознание вас никогда не обманет и вы четко поймете что вашу мысль которая мелькает в голове который может быть вы гоните да и которую вы не хотите принимать на скорее всего та самая верная которая как бы разум сопротивляется за вот подсознание интуиция вам что-то маяку и на газ нет 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 такие мысли можете записывать потом в большинстве случаев вы увидите подтверждение тому что вам говорила ваше подсознание ваша интуиция все в нашей голове чувство эмоции интуиция наш разум вещь мощная и поэтому ученые возможности нашего мозга изучили всего лишь насколько там на 5 или на 10 процентов потому что необъяснимо много многого не объясним потому что все в голове так его еще настоящее отношение к вам на данный момент или даже тогда что он сегодня в он сегодняшний хотел сказать бы вам и да вот и на и будущий он что он сегодня хотел сказать бы вам я хочу эмоциональную сексуальную страстную связь того я хочу чтобы наши отношения были регулярные и я хочу зажигаться от тебя как спичка я хочу купаться в этих эмоциях вы можете в этом мужчине действительно разбудить весь его зверинец вот здесь вот сто процентов вы в нем можете вызвать как положительные эмоции такая отрицательная да вот раскачать его этот мужчина может быть в дурном настроении но вы одним своим словом не знаю взглядом действием прикосновением делаете это настроение шикарным прекрасным и наоборот мужчина в прекрасном настроении но вы каким-то своим не знаю действием словами поступками можете изгадить ему настроение вот просто в хлам но вот это и тянет да вот вот это вот гамма глубина когда вы можете дать полный спектр ощущение мужчине она тянет ангел и демон здесь эти здесь карта такая дуальная да когда все в вас есть и темная и хорошая когда вас есть какая-то такая вот праведность да вот какая-то не знаю вот святость а с другой стороны вы можете быть такой какой-то коварной такой развратной штучкой зажечь этого мужчину вы можете буквально с пол пинка но как хорошую так и в дурную сторону да вы можете его и взбесить и выбесить точно так же вы можете его заставить там нежно ласково улыбаться и гадамая хорошая да вот это да здесь мужчина на данма и все четко понимает ну видите вот карта ведьма опять же здесь две карты которые очень похожи друг на друга только а единственное и отличие что ведьма еще может пользоваться своими какими-то природными силами интуиции или там руны карты таро там хорошее очень тонкое знание психологии ведьма это всегда человек который знает гораздо больше чем допустим положено по ему возрасту да вот по тому жизненном пути который он прожил ведьма это человек которого очень сложно переплюнуть вот княгиня она единственное чего она лишена до вот какой-то тайной такой вот энергии интуиция есть но она не настолько развита как у ведьмы все кто рядом с ней по статусу по рангу по уму ниже да здесь одинаково чтобы увидеть мы что у княгини но единственное ведьма это да вот четко вот какое различие между картами что княгини это супер женщина и которая там хозяйка и которая мать и да все в ней сложилось а ведьма ко всему тому что уже было перечислено может еще как-то тайно манипулировать действовать либо вот подколдовывать да вот если уж так говорит ведь ваш мужчина вполне может вас говорить говорить на вас ведьмой или что-то ты со мной такое сделала даже в шутку да ты меня околдовала да вот я тебя встретил и и я понял что такого я никогда не испытывал да это что такое сверхъестественное так что это вот такое его мнение о вас на данный момент но и давайте самое главное да вот то что было озвучено послание вам от вашего мужчины из будущего вам настоящий что он вам сказал бы а мне скучно без тебя а ты запала в душу ты запала в душу я тебя вспоминаю я тебя я о тебе скучаю я тебя сравниваю с другими женщинами но ты такая одна вот ты вот знаете вот поселила по или поставила якорь в мою душу мое сердце и кто бы мимо не проходил или с кем бы я не встречался с кем бы я не жил я сравниваю с тем что я видел в тебе вы действительно такой вот очень глубокий след оставили в жизни данного мужчины и вашего общества потому что много чего вы ему давали ему не хватает да вот это вот спектр эмоций других женщина он не находил вот в той концентрации в которой было в вас что еще он вам сказал бы ты об этом не знаешь но я за твоей жизнью слежу пусть для тебя это будет тайна пусть ты скажешь туда не может этого быть я за тобой на протяжении времени я за тобой наблюдаю слежу интересно как ты живешь интересно что в твоей жизни ну конечно женщина которая сидит глубоко в душе глубоко в мозгах да вот если уж говорить вот правильными то терминами глубоко в мозгах конечно всегда хочется посмотреть что с ней как она живет там счастлива или несчастлива там страдает там либо на хороводы водит есть мужчина если вы его допустим сейчас оставили там бросили и так далее этот мужчина никогда не откажется от любой информации о вас кто бы ему не принес да и каким бы образом вот он будет знать что он зайдет на этот ресурс и там он увидит о вас что-то по вашей жизни обязательно зайдет посмотреть да что с тобой хорошо а что ты хочешь конкретно сказать вот ты вот будущий да вот как ты оцениваешь те отношения которые у вас были вот выводы которые ты сделаешь она много у меня научила правильности принятия решения быть справедливым быть честным она меня научила честности если смотреть такое вода вот подковерный смысл этой карты я научился где мне невыгодно молчать я научился если я не уверен в чем-то я не буду обещать даже если я буду на эмоции вы очень хороший жизненный курок данному мужчине преподали он более правильный стал он стал оценивать свои действия свои слова поступки и здесь действительно не уверен не обгоняй да как у автомобилистов принято так и мужчина не уверен лучше промолчили не уверен лучше не делай взвешивай и обдумывай каждое сказанное слово потому что за него ты можешь нести ответственность отлично могут я запутался после тебя я запутался но конечно здесь и мужчина был в одном обличии мужчина с вами думал что наверное как со всеми с другими преподав ему урок такой вот очень серьезный жизненный а ведьмы и княгиня по-другому они не могут да если они учат то они учат так что это четко понятно и без двусмысленности здесь мужчина посадил на себя совсем с другой стороны и какие-то ориентиры жизни он потерял он понял что действительно надо быть каким-то другим что действительно не совсем правильно да не не совсем верно водить в заблуждение самому же хуже самого тебя же потом корону снимают доспехи с тебя снимаю до который не доспехи как мы любим говорить что не рыцарь в доспехах а пажа к фольге хочется еще взять гримуар и посмотреть еще до то что он наверное даже самому себе не сказал бы о тех выводов которые он о вас сделал давайте посмотрим вот этот момент бы то я люблю это любовь была настоящей со временем здесь мужчина поймет что все то что было с вами связано то что он терпел какие-то ваши скандалы ну терпел такое себе да но для него терпел да там или снова мирился вы назвали там его там дурачком там несмышленышем он это проглотил и снова в отношениях что если в какое-то время было да чё я терпел да и я не собираюсь это терпеть а потом то осознание что но я-то это терпел там или закрывал на это глаза не потому что я там такой дурак действительно потому что я любил он поймет здесь со временем девочки что эти чувства действительно были истинные что это все было по настоящему а я дурак видите врал обманывал изменял для кого-то здесь поймет ли он со временем что он виноват вот в том что вы в нем допустим разочаровались или вы стали относиться к нему просто как знаете как другу или как знакомому не друг не враг никак поймет ли он что он виноват ну для этого потребуется гораздо большее количество времени чем вот тот вот промежуток который мы здесь взяли я не знаю да сколько здесь по времени это месяц полгода год но вот вину он частично возьмет на себя но ведь меня смущает здесь повешенной что он скажет что и со мной здесь обошлись либо я здесь тоже много чего потерял вы девочки частично но до него дойдет что его вина здесь в том что вот как повернулась ваше отношение к нему что его вина здесь есть он конечно не скажет да я дурак да я во всем виноват да я такой секунд да там я буду меняться да это скажет да здесь была моя вина да но я тут тоже был жертвой ситуации или жертвы обстоятельств не все складывалось так как я хотел бы да вот были моменты которые меня сдерживали были моменты вот которыми я не мог пожертвовать вот такое здесь девочки сознание я даже не знаю какими картами здесь точнее вот какой вопрос картам задать вот в данном раскладе первый раз делаю мне действительно будет важно вот стоит ли делать такие расклады потому что людей в нашей жизни встречается много и хочется наверное чтобы каждый человек который для нас тоже не бесследно прошел в жизни чтобы тоже вот посмотреть да вы какие выводы он делает ну конечно скажите да стоит то будем делать скажите нет разочек заглянули и на этом хватит то конечно делать не будем я просто вытащу карту и посмотрю ее номинальное значение возможно это для кого-то будет важно не знаю девочки на самом деле не знаю чем закончить данный расклад возьмем губа одну карту дай и почитаем нота сама выпала поразрение девочки здесь карта сложно страшно не хотелось бы но глазоньки открыть придется возможно вам на данного человека а возможно ему на вас так как карта без вопроса а карта вы вытянута вот сугубо чтобы вот какой-то штрих такой вот внести вот во всю эту картину вот эта семерка жезлов идти по жизни понимая что перед тобой мол может встретиться кто угодно и принять человека таким какой он есть но я понимаю что ты там допустим нехороший человек да и поэтому я с тобой не общаться не буду да вот даже так или я понимаю что ты дурной человек но я могу закрыть глаза не переделывать а мы либо берем человека свою жизнь вот таким какой он есть либо мы его оставляем за бортом и дальше самостоятельно вот здесь девочки о чем карта возможно кому-то это важно было услышать я буду рада что я буду рада если этот расклад пришелся вам на душу далек на душу что какую-то информацию важную вы для себя почерпнули возможно какие-то сомнения были и эмоции много у меня на самом деле сейчас вот да вот от данного расклада вот понимая вот насколько жизнь перемелет человека со временем да и какие выводы сделает вот тоже каждый же расклад пропускаешь через себя чтобы объяснить те эмоции которые он вызывает да вот те карты которые здесь тот поток вот который показан мне поэтому знаете я закончу такими словами мои хорошие любите себя цените себя цените каждый свой день радуетесь тем маленьким мелочам которые мы порой не замечаем около нашего подъезда нас могут ждать чем-то выращенные прекрасные цветы подойдите вдохните аромат и поймите что в жизни гораздо больше радости чем мы хотим замечать или чем мы себе позволяем умеете находить прекрасное в абсолютно в обыденных вещах тогда ваша жизнь заиграет новыми красками тогда жить будет интереснее когда вам захочется выходить на улицу тогда вам захочется получать какие-то новые эмоции возможно вам захочет посетить какое-то место даже в своем городе до где вы никогда не были найдете свои прелести возможно вы найдете для себя где-то место силы у каждого человека должно быть что-то такое что дает ему силы если у вас этого места нет найдите даже буквально минутка до даже полминуты находясь в этом месте вы почерпнете такой запас энергии который вам хватит на ну конечно не на всю жизнь да ну на какое-то определенное место вы будете знать где находится ваша батареечка ваша личная пусть даже это ничем не примечательное место да это дерево или это камень какой-то пусть даже памятный дали памятник или это храм который вас подпитывает там или мечей да ну сугубо согласно вашей вере вашей религии найдите себе такой источник который вас будет подзаряжать и пусть у вас будет хорошо счастья вам здоровья любви и до встречи новых видео пока пока